Остановка по требованию. Маршруты городского пассажирского транспорта, как и стоимость проезда, меняются в угоду перевозчикам. Это тенденция последних недель. Уже изменил траекторию движения третий маршрут. Раньше он проходил по проспекту Ленина, теперь по Шереметьевскому. Очевидно, это необходимо перевозчикам, чтобы не допустить открытия нового маршрута, конкурс по которому уже объявлен. Для них удобнее не допустить на рынок нового игрока, который, возможно, будет лучше работать. А так они продолжат работать точно так же, где-то спустя рукава, будут говорить, что там где-то невыгодно работать, где-то что-то еще немножко подкорректируют. Следующий на очереди 39 маршрут. Его хотят пустить в обход кольца автовокзала через московский микрорайон по улице Кудряшова. Вот только жителей Минеева, которых этот маршрут связывает с центром, никто не спрашивал. А мы спросим. Нам желательно, чтобы по проспекту строителей хотя бы один транспорт шел. Вот водоканал я ездила, вообще пришел пешком идти от ленты. Вот, хотя бы один транспорт какой-то. На автовокзал я думаю, что всем когда-нибудь хоть раз, скажем, ну нужно доехать до автовокзала. Позиция пассажиров проста и понятна. Не с той стороны перевозчики подходят к изменению транспортной ситуации. Менять нужно не маршрут, а автобусы, которые гремят и разваливаются на ходу, и графики следования. Едут маршрутки, сто годовалые, кстати сказать. Едешь, это самое, все дрожит, дребезжит, прямо это страшные. В семь часов вот я еду с работы, они делают последний рейс. Прям прилюдно говорят, что мы последний. Даже один раз билет не продали. Говорят, у нас билеты кончились. Наши дети не могут куда-то вечером съездить и вернуться домой на общественном транспорте. По результатам нашего опроса, пользы в новой схеме движения 39-ки не увидел ни один из респондентов. Но это и не обязательно, когда можно просто поставить людей перед фактом. Наталья Гутарина, Антон Осипов, РТВ Иванова